Всем привет, ребят! В этом видосе я вам покажу и расскажу о своем новом мяче и в целом объясню, в чем разница между мячами для фристайла и для баскетбола и объясню, какой мяч для фристайла лучше выбрать Так как мы, фристайлеры, особо сильно зациклены на визуальной части того, что мы делаем огромное значение мы придаем, конечно же, цвету мяча Вот на днях я купил себе новый мячик и давайте попробуем угадать, какой цвет я себе выбрал Ладно, тянуть не будем, смотрим Черно-белый, давайте, пишите, кто угадал Да, мне, конечно же, нравится вот этот цвет, я очень люблю этот мяч, очень часто его использую но заметил одну штуку, что когда вы его крутите на пальце, так как он однотонный, кручение не особо сильно заметно поэтому, выбирая вот этот мяч, я решил выбрать двухцветный потому что при закручивании, как вы видите на видео, кручение видно намного сильнее Ну а теперь давайте расскажу про него подробнее, пожалуй Это мяч японского бренда Тачикара, очень многие фристайлеры используют как раз его По сути, из-за того, что фристайл в Японии по сравнению с другими странами очень популярен Одна из фирм, это на самом деле старейшая фирма, вообще ей 100 лет Именно вот эта компания впервые придумала систему накачивания мяча Вот этот вот ниппель, который в итоге они потом продали Найке, по-моему И сейчас во всех мячах по миру используется вот эта система На самом деле на Олимпиаде, которая проходила в СССР, официальным мячом был мяч фирмы Тачикара Один раз я выступал на баскетбольном матче, и один очень старый тренер подошел ко мне и очень удивился, увидев в моих руках мяч Тачикара, и начал ностальгировать по тому времени Что касается вот этого мяча, он выполнен из синтетической кожи Вес у него стандартный, то есть он неутяжеленный, не облегченный, обычный самый мяч Ну и размер, соответственно, семерка Мяч называется у нас Тачикара World Court Мне очень нравится этот принт черно-белый на мячике в форме баскетбольного корта В других цветах, если, например, мяч бело-оранжевый, они вот эту часть с кортом тоже делают цвета панельки Очень классно выглядят серые именно линии при белых и черных панелях Потому что если бы, например, линии были черными, то вот эта черная часть мяча была бы как бы с таким перевесом Белое выделялось бы не так сильно и немножко неровным бы мяч выглядел Указано, что иглу перед надуванием мяча нужно смочить Если вы не знали, то каждый раз перед накачиванием мяча смачивайте иглу И тогда у вас будет намного больше шансов, что мяч прослужит дольше и не начнет спускаться Первым делом, после того, как мы покупаем мячик, мы проверяем его на центр тяжести То есть мы закручиваем его на пальцы и смотрим, насколько ровно он крутится В моем случае вот этот мяч крутится очень хорошо, ровненько Иногда бывает такое, что даже хорошие фирмы с качественными мячами присылают вам мяч, который при закручивании Вы как бы понимаете, что что-то с ним немножко не так, когда он начинает гулять Вот, в этом случае очень клево то, что мяч хороший, качественный и ровный Этим мячом можно и фристайлить, и играть в баскетбол, как я уже сказал, это самая стандартная синтетическая кожа То есть те мячи, которыми вы играете у себя в зале, они примерно, на самом деле, из такого же материала делаются Ну, конечно, на ощупь он очень приятный и визуально мне тоже дико-дико нравится Давайте сейчас протестирую его на разных видах фристайла и посмотрим, для чего он все-таки лучше всего подходит Начнем, пожалуй, с моего любимого стиля, это с кручения мяча на пальце Вот этот мяч крутится очень ровно, хотя даже он, вот, из-за того, что он новый, немножко скользкий Как видите, иногда я ловлю, он немножко трястись начинает Это нормальная история, когда мяч новый, еще не раскрученный, не обшарпанный Он такой, немножечко, может быть, деревянный Но после того, как вы им пофристайлите или поиграете, он сотрется немножко о покрытии, да, или там на пальце вы его раскрутите После этого он, конечно, станет немного комфортнее Давайте попробуем комбо Ну, несмотря на то, что он новый и немножко ведет себя еще непослушно В целом, как видите, комбо делается довольно легко Дальше затестируем мяч на стиле флоу То есть проверим, насколько хорошо он подходит для прокатов по телу И для фишек, которые у нас используются без кручения мяча Проверяем сейчас на роллах, насколько хорошо мяч будет кататься у нас по телу Вроде бы неплохо Ну и, наконец-то, главное, проверим, насколько хорош этот мяч для древесины Как видите, по сути, одним и тем же мячиком можно фристайлить во всех стилях В общем, ребят, что касается моего мячика, своим выбором я остался доволен Ведет он себя очень хорошо, пусть он еще немножко новенький, неотесанный Такой, пока что, по ощущениям, немного деревянный Но даже с первого прикосновения уже понятно то, что немножко потренировавшись Он станет прям очень хорошим и верным другом А что касается отличия мячей для фристайла от мячей для баскетбола По факту, ребят, отличий никаких нет, кроме материала То есть, как правило, вес, размер мяч абсолютно такой же, как и баскетбольный Единственное, что панели выполнены из другого материала, из более гладкого Но на самом деле не думайте, что таким мячом легче фристайлить Потому что если вы привыкли к такому мячику, а потом берете вот этот гладкий На самом деле, часто им бывает даже тяжелее И это очень такой индивидуальный, в общем, выбор Я знаю очень многих фристайлеров, которые пробовали разные мячи И в итоге останавливались вообще на обычных резиновых Например, вот когда Nike Dominate у нас были в России Очень популярны среди фристайлеров, я вот помню это время И на самом деле до сих пор я тоже эту резинку помню Как один из самых лучших мячей, вот Но при всем при этом, конечно, вот Тачикара, например У них очень много классных расцветок И пусть сейчас они стали меньше делать именно фристайлерских мячей Но даже вот обычные У них, как правило, очень яркие, красивые и это клево Но проблема в том, что сейчас они продаются только в Японии И в России их заказать не вариант Поэтому, если вы хотите начать заняться фристайлом в России И как бы выбираете себе мяч Можете выбрать, по сути, любой, который вам доступен И им можно будет делать все то же самое, что и мы делаем с этими мячами Абсолютно так же Никого секрета тут нет, никаких магнитов Никаких дырок специальных Вот дырки появляются на мяче в итоге Но они появляются от того, что вы много крутите им на пальцы И, в общем, они прокручиваются И на обычном мяче они у вас так же появятся И как бы многие считают, что это плохо Но на самом деле вот эти дырочки, когда появляются Они какой-то вам даже дают плюс в контроль мяча Потому что, крутясь в углублении Он все-таки немножко более стабилен Поэтому, как я уже сказал Мяч для фристайла это такой же баскетбольный мяч Любым мячом можно начать Вообще резиновым, каким угодно Демиксом там за 500 рублей Либо Вилсоном за 5 тысяч Вообще без разницы Конечно, демикс вам немножко будет, блин, менее приятный За то, что он погрубее, пожестче Вот, ну, если как бы хотите попробовать начать Почему бы и нет Но хочу ваше внимание обратить на степень накачивания мяча Вот это вот на самом деле очень важный момент Например, если вы планируете только крутить на пальцы Только-только крутить на пальцы То мячик можно немножко подспустить У меня есть такие мячи, которыми я только кручу на пальцы И они, конечно, немножко подспущены Потому что тогда, когда вы их ловите Они чуть-чуть совсем как бы прогибаются под весом самого мячика И немножко более стабильно его получается ловить Но так как часто я, например, выступаю, использую все стили фристайла И вот если вы спускаете мяч, да, то уже, например, такой стиль, как дриблинг Когда в мяч стучите, дается тяжелее Поэтому нужно найти для себя такой вот баланс Я для себя, в принципе, его нашел У меня мячи, они на такой степени накачки Что они вот немножечко могут проминаться То есть, если вы, например, мяч перекачаете Он будет очень сильно стучать Ну, для дриблинга это клево, наверное Но при этом тогда на пальцы крутить И по телу катать его будет немножко тяжелее Поэтому, да, чуть-чуть я его подздуваю И он на такой оптимальной Вот для меня немножко продавливаемой стадии сейчас находится И при этом тогда получается, что и на пальцы плюс-минус Как бы контроль хороший И когда вы его стучите Отскок у мячика есть, да Пусть и не такой, как у там стандартного баскетбольного мяча И по телу, на самом деле, если мяч чуточек подспущен Он катается тоже намного приятнее Ну, это как по мне Некоторые ребята тоже любят мяч накачать посильнее Тогда он визуально даже выглядит чуть-чуть побольше И его тоже, как бы, может быть, немножко легче контролировать Вот учтите этот момент И попробуйте для себя Вот, когда вы будете пытаться делать какие-то трюки Просто мяч по-разному накачать Где-то перекачать его Где-то немножко подспустить И вот понять, для какого вида трюков Какая степень накачки вам подходит Вот, ну и чтобы, конечно, мяч туда-сюда не накачивать и не сдувать Я вот советую, как я вот сделал Найти какую-то оптимальную степень накачки Чтобы мяч подходил вам для всего Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца Если вам было интересно, поставьте лайк И дайте знать об этом в комментарии И также в комментарии можете написать какие-то вопросы Если они у вас остались Я комментарии читаю И на хорошие дельные комментарии стараюсь отвечать По максимуму Вот, поэтому какие-то предложения И идеи для роликов Пишите вообще Все прочитаю, все учту А вы также не забывайте подписываться на канал Я сейчас выкладываю много видео Уже много вам чего показал И еще много чего покажу У меня много трюков в запасе еще есть Поэтому посмотреть точно будет на что В общем, держим связь До встречи в новых видео И пока-пока